И оружие смертоносное, и машины, и дома у нас, и все. А отношения мы между собой строить не умеем. Вот в целом взять цивилизацию, взять даже международный уровень. Веды думали, и до этого этапа доходили многие цивилизации, но дальше не переходили. Веды думали, что сделать. Они взяли, выключили духовный план. В первую очередь через религии. Через оккультные верования. А ты верь, что это правда. Мы тебе сказали, что мозги надо было выключить. Не думать. Кто-то один вел, а остальные должны были быть баранами. То есть цивилизация должна была идти на автопилоте. Теперь включился обратный процесс. Сейчас везде глобально этот образ действует. Все, кто не хотят думать мозгами, все оказываются в невыгодном положении. Все. Хоть где, хоть в городе, хоть в поместье, хоть в семье. Теперь духовный план надо обратно включить. Нужно, чтобы у каждого человека было понимание происходящего, сознание. То есть разум должен просыпаться. Чтобы люди осознали ошибку образного периода. Ну да. Какая ошибка образного периода, так никто и не понял. Книги же одна указаны. Люди, когда обленились, решили выбрать князьков, чтобы управляли. Вернее, слуг, которые там вождей, воинов приглашать, чтобы их защищали, управляли. Они вместо того, чтобы защищать, они стали властью, говорят. Страусиная политика, понимаешь? То есть передача управления кому-то, какому-то дяде. То есть вот сейчас нужно... Как мы сейчас Самохину передали. Да, да. Путину передали. Смысл-то тот же, что Самохину передали управление. И отправляем депутата, кто-то бумагу отправляет. Сейчас же вся власть так действует. По земельным вопросам, по другим. Так называемое публичное слушание. На публичное слушание никто не ходит. В Ильском, когда наши поселенцы пришли, 8 человек решать вопрос какой-то земельный вместе с Антоном Ивановичем, все были в шоке. Обычно газете на объявляется публичное слушание. В этот день приходят, секретарь пришел, никого нет. Они протокол написали, и все. Официально как будто бы общество участвует в этом процессе. На самом деле нет. Нет, но тут еще смотри, Коль. Вот какая ошибка, вот смотри. Люди разные же, да. У нас разные призвания. У нас разное образование. И много чего разного. И вот одна из серьезных таких глобальных ошибок, когда кто-то считает, что он человек первого сорта, а кто-то там человек второго сорта. И вот мне понравилось тогда, как-то запомнилось, Наталья Шафранова приводила одного миллиардера, он строитель московский. Я не запомнил фамилии. И вот она говорила, вот он может со своим самым там рабочим, самым, короче, самым, короче, последним. Разговаривать на равных, он никогда не позволит унизить этого человека. Даже может, если надо, выполнить его работу. Вот. И до самого президента, с которым он также разговаривает на равных. Вот это вот любовь, уважение, да, ко всем. Пусть он там хоть президент будет, хоть последний дворник. Он не является ни человеком, ни первого, ни второго сорта. Как вот, вот если кто-то из детей наших скажет, что он, ага, один главнее, а другой какой-то там раб. Рабство-то когда появилось? Как раз вот в образный период. Потому что на самом деле для создателя мы все его дети одинаковые. Почему она и прогласила, мы должны создать совершенное общественное общество, что-то, где каждый равный власти не делен. Поэтому в материальном мире всегда будет один кто-то управлять финансами, управлять предприятием, другой будет делать там какую-то, ну, можно сказать, там черную работу, неважно черную. Главное, чтобы результат был справедливо распределен. Потому что если руководитель, да, он, на нем больше ответственность лежит. Если он ошибку допустит, он будет результат для всего предприятия. Ему нужно знаниями обладать большими. На предприятии у меня получается. То есть вот таким вот образом решать все вопросы. Если пошел раздрай, значит разные цели, все. Причем цель задекларированная и цель настоящая. Может отличаться. Ошибка образного периода только в том, что передали власть над собой лидерам. Это их много. Я, например, для себя вышел, вообще для русского народа нашел глобальную вещь, на которой причина наших всех этих бед – это лень. Это не дороги, не умы, не дураки. Для меня, например, ошибка – это мы разучились составлять образы. Мы передали что-то логике. Надо цельно смотреть на все, что происходит. Ясно ставить цель. Ясно к этой цели составлять образ. И получаем целесообразный результат. Если этого мы не делаем, неси. Если есть цель, образ, есть результат. Сорт называю. А что там лежит-то? Третьи вещи. Мы его возим с собой. Три вещи. Три составные части. То у нас дальше. Я его поделил на три части. Образ души, образ ума, образ тела. И вот я сейчас стараюсь все делать только то, что соответствует моей душе. От души для души, по душе. И, соответственно, какие-то встречи, какие-то люди в моем кругу меняются из-за того, что все этому соответствует. Я иду, иду по жизни. И смотрю, моя жизнь начала качаться вниз. Что делать для этого надо? Осознаю. Потом, осознав, я начинаю благодарить эту ситуацию. Сначала простил, потом поблагодарил ситуацию. Я составляю новый образ и опять скачок пошел. И у меня идет нормально. Как только я пощутил себя нехорошо, вот как сейчас вот партия, я думаю, нужно составить новый образ. А он где? Тут даже не новый образ, старому образу. Из книг надо вернуться. И еще у тех людей, которые хотят тоже того же самого. Хотел Мегле переговорить месяц назад. Подумал, не надо. У него только борьба с Самохиным. Только убрать это. Это мелкая задача. Я ему говорю, приходите раз в месяц. Давайте вместе составлять наши стратегические задачи. Львы, фонд Самохин, региональный координатор, руководитель всех фестивалей, праздников. Мы, наши все ведрузки, составили единую цель. Работаем. Он говорит, а вместо меня выйдет Самохин. Ну, что, как он переключил, снял себя, отъес, и все. Значит, не надо еще ему. Ситуации же изменились, когда образы начинают жить. Сижу, езжу, ем арбузы. Спасибо. Спасибо.